И в продолжении темы. Наиболее остро во время непростых погодных условий транспортные проблемы стоят в новых микрорайонах округа. Добавлю, по данным метеорологов, минувший снегопад стал самым сильным за последние 100 лет. За выходные выпало более 116% от февральской нормы осадков. Фото жителей ЖК Люберцы выложили в социальную сеть в понедельник утром. Причиной такой очереди стало ожидание общественного транспорта. Ожидание маршрутки 12.32 составило более 40 минут. Не дождавшись, вся толпа уговаривала маршрутку номер 40 довести всех до метро-котельники. Несмотря на решение перевезти во время снегопада в базу маршруток из Мятчикова в Люберцы, людям все-таки пришлось потерять время. Из-за сложных погодных условий 56 единиц общественного транспорта встали в пробках. Не только в ЖК Люберц, но и в Москве, и на МКАД наблюдались определенные сбои. Мы мониторим ситуацию, выезжая туда для того, чтобы решить вопросы, окончать взаимодействие как управляющей компанией, тоже есть проблемы, припаркованного транспорта, который мешает уборке и мешает работе общественного транспорта, и Раменского РАД, который непосредственно занимается уборкой двух улиц. Это улица Барыкина и улица Вертолетная, и Зенецкого шасси. По словам Сергея Плитова, мониторинг работы общественного транспорта в ЖК Люберцы будет проходить на постоянной основе, начиная с пяти утра. Напомню, на прошлой неделе глава Люберец Владимир Ужицкий встречался с инициативной группой микрорайона. Компания-перевозчик, обслуживающая эту территорию, увеличила количество маршруток среднего класса, в которых предусмотрено 29 посадочных мест. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.